В основу спектакля легла пьеса Евгения Шварца, написанная по мотивам сказки «Снежная королева». Андерсон сочинил ее 176 лет назад. В интерпретации Шварца сказка вышла в начале 20 века. Но даже спустя десятилетия это произведение остается актуальным. Эта история очень удивительная. Она своевременно, современная, она была современной, есть и будет. Поскольку такие понятия, как любовь, верность, преданность, семейные ценности, это современно всегда. Сценарий Шварца переработали под возможности юных артистов. К тому же его пришлось немного сократить, так как в спектакле участвовало всего 15 детей. Все они занимаются в театральном отделении детской школы искусств номер 2. Спектакль очень сложный, потому что дети занимаются только второй год. Это была огромная работа, сделанная ими. Это такой шаг для них вперед, они выросли на целую голову. И сам по себе он сложен, там много декораций, перемещений, переодеваний. Поэтому ребята, я считаю, молодцы, они справились. Спектакль ставили по законам драматического театра в академическом варианте, но добавили и своих идей. Так некоторые сцены были представлены танцевальными зарисовками, например, в юго. Пересмотрели и музыкальное сопровождение. Добавили современных композиций. В общем-то, довольно тяжело подобрать музыкальную часть. То есть компиляция заняла очень много времени. Тем очень много, современных в том числе. И так, чтобы это совместить с классическим материалом, пришлось много перевыбирать. Во время спектакля Герду играли три девочки. Такая режиссерская задумка – дать возможность юным артистам попробовать свои силы и в массовках, и в главных ролях. Виктории Ореховой достался эпизод, когда нужным было отогреть сердце Кая. Сцена была сложной в эмоциональном плане. Юная артистка постаралась донести до зрителей всю драматичность этого отрывка. Над ролью работалось довольно легко. Слова очень быстро запоминались. И единственное, что было сложно – это взаимодействие с другими персонажами и еще сохранять такую нестатичную роль. Первыми зрителями нового спектакля стали воспитанники и преподаватели детской школы искусств номер два. Они, не отрывая глаз, следили за игрой юных артистов, а в конце наградили их бурными аплодисментами. Елена Грискова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24.